Сегодня я, как Дед Мороз из мультика, буду искать способы не расплавиться в летнюю жару. Чтобы избавиться от жары, нужно, чтобы подул ветер. Если такого не предвидится, то нужно создавать его искусственным путем. Девчонки, привет, вам не жарко? Жарко, очень жарко. Для начала, это действительно научный метод. Берем два пальца, вот так мочку мнем себе, мнем мочку. Прохладно, достаточно? А должно быть? Ну и как, естественно, это научный метод, девчонки. Я где-то прочитала, что, чтобы избавиться от жары, нужно ходить босиком по траве. Но только не там, где выгуливают собак. Давайте, поднимайте, поднимайте волосы, прям на макушку. Нормально? Чудесно. Сейчас для вас будет. Вот так вот, рот открываем, делаем, как я с языком, вот так. Не умеете так? А что, умеете с языком? Покажите. Прохладнее стало хоть маленько? Чтобы стало прохладнее, нужно целоваться. Давайте, поцелуйтесь сейчас же. Ну-ка. А-а-а, ну, повеяло же холодом. Ха-ха-ха. Чтобы спастись от жары, нужно нырнуть в фонтан, потому что там можно собрать кучу монеток на холодную воду. Сейчас пробуем делать так. Расплетаем волосы. Достаточно, достаточно. Повторяем за мной. Такой самодельный вентилятор. Вань, тебе же прохладнее? Ну, как ты бы просил. Вот, вот так вот. Чтобы наш оператор маленько прохладился. Давай. В жару у фонтана, конечно, хорошо, но так как я девочка большая, мне нужен водоем побольше. Тебе понравилось купаться в воде? А ты мне советуешь покупаться пойти? Да. Пошли купаться. Пошли. А мне можно не до трусов раздеваться? Можно. Спасибо. Привет, шоколадка, как тебя зовут? Амгелина. У тебя свои губы? Теперь мои. Очень красивые. И зубы, как у меня. Да. А ты знаешь, то, что к черному больше всего притягивается солнце, и то, что к тебе солнце больше-больше всего притягивается, и тебе будет жарче-жарче всех. И тебя на белом полотенце очень-очень хорошо видно. И я тебе даже скажу, вот те вот мужики очень-очень на тебя поглядывают. Так что вот это, давай вот так вот чуть-чуть прикроем вот это, вот так вот это застегнем, и все. Вот сейчас хорошо. Теперь на меня смотрят. Скажите, пожалуйста, как вы спасались от солнца? Кстати, у меня такая история всегда получается, я когда прихожу на пляж, солнце постоянно скрывается куда-то. Да вы просто в кепке сидите, в кепке не надо сидеть, надо сидеть без кепки, понимаете? Давайте лучше помнем уши, вот так еще можно, это тоже против жары. О, да, кстати, мне так нравится. Ой, очень-очень. Чуть-чуть прохладнее, правда? Прохладнее, более чем. А еще, чтобы было прохладнее, нужно снять с себя кепку. И кепку, конечно же. Смотрите, какой хорошенький, без кепки, а мы все думали, что за задира сидит. А вот же он, хорош, жених, красавец. Мне ваш муж сказал, что вы на шесте танцуете. На самом деле не на шесте, это не стриптиз, это пилонный спорт. Я почему спросила, просто когда вот на этом пилон, да, называется, когда на пилоне же кручишься, вроде вентилятора что-то получается, да, и прохладно становится. Небольшой элементик могу показать. Ну, давайте. Я вам сейчас покажу, как нужно спасаться от жары, только вы должны за мной повторять. Значит, закрыли глаза, представили, что зима. Представили, что зима, холодно. Мы снеговички из сугробов. Мы такие холодные-холодные белые. У нас холодная морковка дряблая в носу. Все представили? Нам очень холодно, очень-очень. Мы стоим в сугробе, на наших ресницах иней. Мы его стряхиваем. Ну, как вам? Холодно. Вот, я так и знала. Это потому, что я сама придумала этот метод. И только он самый действенный, потому что Женя, кто? Женя, молодец. Спасибо. Спасибо. Привет, ребят. Ну, что, как дела у вас? Да, отлично. А как вы спасаетесь от жары? Есть же какой-то секрет, потому что всем жарко, а вам нет. Сейчас даже продемонстрируем. Пожалуйста, продемонстрируйте. Вот это круто! Вот это мне нравится! Настоящие молодцы! Сегодня я весь день пыталась бороться с жарой, но под вечер солнце ушло само. Но завтра мы снова встретимся! Спасибо, Женя! Спасибо, Женя! У-у-у! Субтитры делал DimaTorzok